Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Народная мудрость гласит, безопасности в сети много не бывает. Мы уже рассматривали кучу всяких инструментов, связанных с шифрованием данных, безопасностью и так далее. Ссылка на плейлист в описании. И сегодня рассмотрим еще один инструмент, с помощью которого можно шифровать файлы, размещенные в облачных хранилищах. BoxyCryptor применяет технологию сквозного шифрования и работает с большинством самых популярных облачных хранилищ. Это главное его достоинство. К второстепенному можно отнести то, что у него есть бесплатная версия. Хотя и весьма ограниченная, но среднему пользователю этого достаточно. Это раз. BoxyCryptor предельно прост в использовании. Это два. Собственно сейчас мы это и проверим. Создали аккаунт. Нас предупреждают, что в случае потери пароля мы окажемся у разбитого корыта. Соглашаемся. Поскольку я пользуюсь для хранения паролей сервисом LastPass, чего и вам желаю. И выбираем бесплатный тарифный план. Скачиваем BoxyCryptor и посмотрим пока, что есть в настройках аккаунта. Ну, во-первых, надо бы его подтвердить. В смысле подтвердить почту. Дальше тут в принципе ничего такого полезного. Можно включить двухфакторную аутентификацию. Безопасности мало не бывает. Тут же можно удалить учетную запись или экспортировать ключи. Это на случай ядерной войны или отключения интернета. Ну или ухода с рынка с самого BoxyCryptor. Но можно надеяться, что этого не произойдет. А у нас тем временем все скачалось. Устанавливаем. Вот он запускается. И входим в только что созданный аккаунт. Логин, пароль. Программа запущена. Но на самом деле программы как таковой нет. BoxyCryptor просто создает виртуальный диск на компьютере и интегрируется с проводником Windows. Но дойдем до конца. Здесь описание, что и как делать. Пропустим, так как, во-первых, все очень просто. А во-вторых, в данном случае описанием являюсь я. Это руководство тоже не нужно. Вернемся к проводнику. Итак, BoxyCryptor создал виртуальный диск даже подцепил к нему OneDrive. Настройки программы можно вызвать, например, отсюда или из трея. OneDrive он подцепил автоматически, как подцепил бы все сервисы, синхронизированные с вашим ПК. Но что такое OneDrive я не знаю. Никогда им не пользовался. Просто из антипатии к встроенным сервисам Windows. Причем мы его даже удалить тут не можем. А если попытаемся подключить какой-то другой сервис, он скажет, что на бесплатном плане можно работать только с одним сервисом. На самом деле нужно просто отключить эту галочку. Я, кстати, это не сразу понял. И теперь можно спокойно добавить сервис, который синхронизирован с компьютером. Ну то есть при синхронизации облачный сервис создает виртуальную папку. А мы ее перекладываем в свою виртуальную папку, которая обладает потенциалом к сквозному шифрованию. Все. Теперь вот у нас есть на Яндекс диске какая-то новая папка. Пустая. Назовем ее крипт. Правая кнопка мыши. Боксикриптор. Зашифровать. Папка получила такой зеленый маркер. И теперь все, что мы в нее положим, в данном случае этот файл текст, будет автоматически зашифровано на облаке. И даже туда файл отправится в уже зашифрованном виде, что, согласитесь, сильно снижает риски. То есть давайте посмотрим, что у нас произошло на Яндекс диске. Появился файл текст, а открыть его мы не можем. А если откроем таки, то получим стандартную зашифрованную тарабарщину. При этом работая из-под боксикриптор, мы можем его спокойно открывать, читать, перемещать. Мы можем его расшифровать в один клик, словом работать как с обычным файлом. Файлы, кстати, шифруются не только перемещением в зашифрованную папку, но и сами по себе. Также в один клик. Что еще можно делать с файлом? На платном тарифе можно включить шифрование имен. Можно предоставить к файлу доступ кому-то по email, но, к сожалению, этот кто-то должен быть зарегистрирован на боксикриптор, что, в общем-то, было бы не лишним. Либо можно создать ссылку виспли, то есть отправить файл кому угодно, но тогда нужно подключать к боксикриптор один из интегрированных сервисов, например, Google Drive. Ну и сама функция ничем не отличается, чем просто отправка через виспли. Ну разве что на два клика быстрее. Что можно сказать напоследок? Безопасности много не бывает. Особенно если безопасность не требует от вас серьезных вложений ни времени, ни тем более средств. Все любите друг друга, живите в безопасной среде, но не превращайтесь при этом в параноик. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у типа лица социальных технологий.